Поехали! 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 транспортных решений skyway мы хотим показать миру что есть альтернативные решения что они нужны и мир начинает это видеть и понимать собственно очень много положительных отзывов здесь на выставке люди удивлены качеством и степенью всех этих решений я так понимаю с утра сегодня уже было посещение нашего стенда но в первую очередь наверное представителем госдумы российской федерации он же ослабляет общество всероссийское общество господин терентик да вы наверняка присутствует при в обходе его мнение как то может передать что он сказал понравилось ли ему он был удивлен он посмотрел на наше решение мы о них подробно рассказали и собственно он спросил сколько стоит и где это можно купить вот вот эти два его ключевых вопроса и уже дают положительную оценку об автомобиле в целом понятнее ну что ж в принципе я так понимаю что все что связано со skyway это движение правильно вот у нас есть скажем так высокоскоростной грузовой транспорт и так далее но данный вид транспортного средства тоже позволяет скажем так людям у кого ограниченные возможности передвигаться по этой планете как вы сказали с комфортом не требуя скажем какой-то дополнительной помощи и так далее да да я думаю кстати это решение может быть вам будет виднее оценят особенно люди которые были например имели прямое отношение автотранспорта любили водить и вдруг в жизни произошло что-то что они не могут теперь управлять транспортом какие-то аварии так далее для них это действительно находка потому что они снова могут ощутить что такое сидеть за рулем да даже невзирая на то что есть какие-то проблемы со здоровьем скажу даже больше автомобиль может управлять как человек с инвалидностью так и без нее то есть это инклюзивный автомобиль мы продумали эти решения внутри него и если допустим пользователь устал и них и захотел присесть отдохнуть то его коллега оппонент либо родственник садится за руль и продолжает движение да очень хорошее решение как я понял это вот кресло да они взаимозаменяем да и скажем так кресло может быть у водителя которым он сел и управляет он также при легко переставляется пассажирской остановки да у многих людей есть родители преклонного возраста которые ввиду физических особенностей не могут передвигаться самостоятельно вынуждены пользоваться инвалидными коляскими и это тоже решение им подойдет проехаться с папой либо с мамой супермаркет отец или мать в инвалидном кресле это удобно практично понятно так мы говорим среда доступна и все еще один важный момент я заметил обратил внимание то что кресло водителя может быть вот механически можно заезжать да и у нас разработано еще кресло специально которую я сделал фотографии которая с электроуправлением с электроприводом да совершенно верно и оба эти кресла делались как автомобильное сидение которое рассчитано на все нагрузки и в том числе лобовой и боковой удар ну что ж хочу вас поблагодарить спасибо большое за интервью хочу пожелать успеха но и в принципе я думаю что найдутся люди которые увидят перспективу используя данные виды транспорта возможно это будут государственные структуры может быть частные которые просто скажем так с удовольствием будут людям у кого есть ограничение по движению скажем так может быть дарить я не знаю может быть разработать какую-то государственную программу по предоставлению такого транспорта закупая их у предприятия струнной технологии да это решение уже надо принимать сейчас и это будет очень хорошим толчком мобилизации всех людей с инвалидностью в интеграции в общество спасибо огромное спасибо большое я думаю что мы еще будем встречаться обязательно огромное вам спасибо итак друзья как обещали одно интервью с человеком который имеет непосредственное отношение к проекту юни мобиль мы организовали вот а сейчас я хотел бы вам представить руководители опытного производства предприятия струнной технологии александр сенкевича которую вы много раз видели вместе с господином киричик они несколько раз скажем так записывали видео но наверное задать тоже несколько вопросов касаемые данного направления не для кого не секрет то что предприятие струнной технологии было организовано для того чтобы перемещать людей быстро с комфортом дешевле по планете да и как бы наши инвесторы 14 года следили за развитием таких направлений как вот грузовой у нас был представлен юнитрак да у нас были юнибайк 14 местный юнибус сейчас пришел 18 местный уникар который поехал на выставку и на транс 2018 высокоскоростной и тут некоторые я не знаю были просто в чатах мы видели мнение а почему мы вдруг стали разрабатывать транспорт который скажем так имеет отношение ну к людям у которых есть ограничение подвижения почему мы в этом направлении переместили какие-то усилия и начали это делать ну тут история тоже имеет определенную давность когда я пришел работать компанию и задачей стояла организовать опытное производство то через пару месяцев я рассказал анатолию двордачу об идее такой вот машины именно специализированной машины для инвалидов которой я занимался уже около двух лет до этого она как бы моей голове приобретала некие формы очертания там решение какие-то принципиальные вот сделал я это потому что решил что ну раз я уж пришел компанию трудиться то я должен дать максимум возможного что у меня есть вот ему и делу очень понравилось первого же с первой минуты он сразу поддержал ее он увидел не некое некое отражение там от той философии которая лежит в основе вообще всего проекта skyway вот и еще и учитывая то что среди инвесторов много людей с ограниченными возможностями стал давайте срочно начнем реализовывать эту идею делайте прототип но поставил одно маленькое условие не в ущерб основной работе не в ущерб основным задачам ну по большому счету да во первых это ну все-таки вне рамок скажем так находилась наших основных целевых задач вот ну и в какой-то части это все таки оказалось небольшим таким хобби для маленькой группы инженерной которую именно проект конструкторской которую не было позволено собрать потому что я поставил тоже свое условие идея моя я хочу довести до конца как минимум сделать прототип чтобы не распылять это не отвлекать наших конструкторов подвижного состава не распылять эти задачи не мешать их с другими значит я попросил возможность собрать маленькое кб и начали мы с того что я привлек одного профессионального хорошего конструктора александра курбана который стал начальником бюро впоследствии кб юнимобиль и пригласил на работу антона ласанского человека скажем с инвалидностью бывшим он спортсмен до активно очень был человек пострадал неудачно и я когда с ним познакомился случайно абсолютно я увидел глазах вверх улыбку замечательных глазах такое интерес к этой идее которые я озвучил я понял что мне нужны прежде всего эти два человека с одной стороны для нас антон это источник информации специфических очень таких моментов о которых мы даже не представляем себе включая психологические моменты людей с инвалидностью другой стороны это наш экспериментатор тестер всех решений он на нем мы все испытываем при первую очередь то есть водитель испытатель по сути по сути да вот и они с александром в течение первых 3-4 месяцев занялись так так сказать это называется визибилити репорт то есть это оценка реализуемости того что мы задумали уже в первом приближении то есть это было проделана достаточно большая работа по компоновке сможем ли мы в какие-то габариты вместиться сможем ли мы длину в такую обеспечить с какими решениями техническими по агрегатам это возможно была проведена оценка с места водителей пассажира именно уже из инвалидной коляски достижимости всех органов управления возможность открытия именно дверей заднепетельных их закрытие были оценены зоны обзора перед вперед назад боковые зоны зеркал и так далее то есть такой достаточно серьезный труд был проделан ну и в результате мы пришли к заключению что да технически это все может быть реализовано было доложено и низкому и большинстве случаев это исключительно пассажирское место это дополнительное оборудование машин по цене приближается к стоимости самой машины потому что зачастую используются некие роботизированные системы руки которые манипуляторы которые складывать логовую тележку засовывают в багажник багажнике отсутствует значит место пространство человеку все равно приходится пересаживаться заниматься гимнастическими упражнениями и тем более если это пассажир которого кто-то сопровождающий должен точно также пересаживать какое-то пассажирское кресло то есть это все не полноценное решение те попытки создать специализированные машины где инвалид в коляске попадал бы к рулю они существуют есть несколько решений на уровне прототипов например это прототип швейцарской компании принципе где электрическая коляска въезжает тоже подобным образом автомобиль соединяется с его бортовой сетью и управляется тем же самым джойстиком машина но она существует единственном экземпляре точно так же как и наша как прототип цена этого объекта наверно в серийном даже производстве было бы достаточно высокий и наверное тяжело позволить такую машину и увидеть представить в массовом потреблении при этом она одноместная при габарите таком же одно место такие же одноместные решения существуют то что вы говорили чехи кангу был такой проект который к сожалению не получил развития только была небольшая партия выпущена lb ну это не столько финансирование это просто половинчатое решение потому что эти машинки называются квадрициклы у них ограничения по большинству характеристик максимальная скорость 45 километров в час максимальная масса 400 килограмм а это значит оснащение все остальное они не сертифицированы как автомобили соответственно они тоже все одноместные и это решение ну наверно для какого-то центра какого-то города там ездить по я считаю что это не решение некая полумера и мы поставили себе задачу сделать машину категория м1 обычный дорожный автомобиль который будет сертифицирован по всем формам обычных автомобилей допущен для эксплуатации на дорогах общего пользования включая скоростные шоссе с максимальной скоростью 100 километров в час запасом хода пока это 150 километров но нет предела совершенствования все таки технологии развиваются батареи развиваются уменьшаются становится легче мощнее все это придет в конце концов более эффективным элементом вот и обязательно мы хотели сделать двухместную машину потому что должен быть у водителя инвалида может быть пассажир водитель инвалид может быть пассажиром потому как он не умеет управлять машины он может он захочет устать они должны поменяться универсальное решение сделать и вот такое у нас в конце концов на процепе получилось то есть аналогов по спасите нет аналогов нашей машины мире нет понятна сегодняшнее мероприятие она действительно скажем так я видел несколько человек тоже загружали смотрели и так далее я цель этой выставке продемонстрировать то что было создано получить как вы сказали до отзывы тех людей которые имеют ограничения в движении как и что что дает этот автомобиль но я предполагаю все таки потенциально возможны какие-то ну может быть не то чтобы заказы но тем не менее да то есть какие-то контакты со структурами которые могут иметь дальнейшее влияние на то чтобы данный автомобиль выпускался там я не знаю мелкосерийное производство а может быть дальше крупносерийное производство потому что людей с ограничением движения очень много и я думаю что огромное количество из них хотели бы управлять автомобилями людей инвалидов мире по статистике 10 процентов от мирового населения из этих десяти процентов 10 процентов это инвалиды колясочники вот вам цифра и рынок потенциальный который нуждается наверное в возвращении им мобильности в каком-то виде например в таком конечно же реализация такого проекта наверное ну как минимум мне кажется в россии или на просторах снг она невозможна без участия государства в каком-то виде они говорят что государство обязано за все платить но в каком-то виде а примет поддержку без этого ну наверно никуда может создать какие-то программы государственные которые подключаться частные инвесторы которые заинтересованы в том чтобы людей просто был действительно доступ к такому вот виду трасса безусловно конечно именно так я я я бы это и видел именно таком может бы часто государственном партнерстве может быть каком-то ну с привлечением каких-то страховых компаний может каких-то фондов ну и так далее потому что ну для того чтобы организовать серийное производство и вести машину к серийному производству, но это минимум 2 года, от 2 до 3 лет. Где денег? Денег, безусловно, это затратная, очень затратная часть. И мы прекрасно понимаем, что машина серийная должна иметь максимум нужных функций и опций, нужных этим людям, но при этом иметь минимальную цену возможную. Потому что это в интересах уже финансирующих организаций или финансирующих фондов, чтобы за те же самые деньги купить больше объектов таких. Это мы себе отдаем отчет, мы абсолютно стоим ногами на земле, прекрасно это все понимаем. Я слышал, например, что на уровне правительства российского обсуждались не так давно тема и ставили задачи даже автопрому российскому о реализации каких-то мероприятий для улучшения создания, может быть, каких-то разработок, именно нацеленных на инвалидов, чтобы они могли ездить за рулем. Даже обсуждались такие темы, как возврат к старой советской системе, когда были инвалиды, выделения автомобилей для инвалидов. Ну, дай бог, чтобы это произошло. Мы именно поэтому первый раз машину показываем публике в Москве. Потому что через месяц большая, очень крупная выставка в Дюссельдорфе по этой тематике, да. Но мы не туда поехали, а сюда. Именно потому что определенный уровень патриотизма все-таки в нас есть. Ну и уровень человечности, уровень отношений к близким, скажем так, у славян и так далее. Он где-то отличался от других народов. И еще, наверное, почему еще именно здесь? Потому что все-таки государство российское, я знаю, и белорусское, заявляет, что они социальные государства, да? Да, они подписали конвенцию ООО на правах инвалидов. То есть они пытаются адаптировать городскую среду под нужды этих людей. Безусловно, это тяжелая работа. Это понятно, что это, наверное, в проблемах государство стоит на одном из последних мест. И в финансовых планах, и в бюджетах это тоже занимает, наверное, не самые первые места пока, я надеюсь. Но все равно мы должны задумываться об этом. Конечно, конечно. Хорошо. Ну и буквально, может быть, тогда пару слов нашим партнерам, инвесторам, потому что я уже говорю, что люди задаются вопросы, почему же сюда перешли. Просто скажите свое мнение, что данный сегмент перспективный наверняка, правильно? И он, невзирая на то, что отношение к этому, как вы сказали, денег сложно найти, государственные структуры в последние места, все равно он имеет перспективу, правильно? Однозначно. Я просто в этом уверен. Мы будем над этим работать. Мы будем работать над бизнес-планом. Мы будем работать над моделью этого бизнеса. И я думаю, что это не будет безрезультатно. И в этой ситуации, конечно же, инвесторы, доля каждого из них лежит в болтике от этой машинки, конечно же, они получат свой бонус, свои дивиденды, на которые они рассчитывают, когда этот проект точно так же заработает уже на другом качественном уровне. Точно так же, как и наш основной проект. Еще один вопрос. На Инрансе будете? Едите в этот раз? Лично я? Нет. То есть вы остаетесь... Я возвращаюсь в Минск, потому что там много работы. Очень много работы. Да. Мы и на Транс поедут другие люди. Просто это, так сказать, дитя уже такое... Родное. Да. Я решил все-таки лично посмотреть, какое впечатление у людей, послушать, пообщаться. Вы получите обратную связь вживую и увидите. Даже отсюда я завтра уезжаю, не остаюсь на весь период. Ребята-инженеры, они закроют все необходимое. Ну тогда позвольте я от имени, наверное, и московского нашего филиала, и от всех инвесторов поблагодарить вас за вашу работу, пожелать успеха, скажем так, всем направлениям деятельности нашей компании, чтобы все наши транспортные средства, которые уже сегодня разработаны, какие-то сертифицированы, получили признание на тех форумах, которые будут. Ну и, как говорит Кириченко, строить SkyWay, спасая планету, да? Спасибо вам огромное. Ну а на выставке в Берлине для всех будет сюрпризом высокоскоростная модель, поэтому там тоже будет очень интересно, и оттуда нужны репортажи. Мы там постарались, постарались очень сделать красивый продукт. Так что ждите. Все ждем. Я думаю, что сотни тысяч уже, скажем так, наших партнеров ждут этой премьеры, и все ждем репортажи оттуда. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. До новых встреч. Да, спасибо. Спасибо. Итак, друзья, то есть очень хорошее интервью, обширное, да, рассмотрели все аспекты, скажем так, создания данного вида транспорта. Хотели мы сегодня еще пообщаться с Анастасией Лейко, это человек, который представляет компанию струнной технологии фактически на всех крупных международных транспортных форумах и так далее, но человек, она очень занятой, и сейчас ее, к сожалению, на стенде не вижу. А завтра она уезжает непосредственно в город Берлин, знаете, есть такой, да? С Александр Плац там и так далее. Это город, в котором состоится крупное мероприятие, которого ждали все, под названием «Инотранс-2018». Там, как сейчас сказал Александр Сенкевич, будет представлен наш высокоскоростной юнибус. Название у него по-разному называют. То юни-лед, то юни... Еще что-то, да? То есть все мы с вами ждем этого момента, и осталось совсем немножко. У нас сегодня с вами в сентябрь месяц осталась какая-то неделя. Мы с вами станем свидетелями премьеры данного вида транспорта. Но немаловажным, наверное, фактором еще является то, что туда поехало 18-местный юникар. То есть там будет два транспортных средства, которые будут представлены у нас на «Инотранс-2018». Ну, я думаю, это пройдет с успехом. Все мы помним «Инотранс-2016» года, когда был представлен 14-местный юнибус, который сегодня уже сертифицирован, и юнибайк. Тогда был представлен охранный модуль, двигатель, мотор, колесо. То есть это были те экспозиционные, скажем так, объекты нашего стенда. Ну, а сейчас, я даже не знаю, впечатлений действительно много. Каждый раз я заметил, находясь сегодня на выставке, что подъезжали люди в инвалидных колясках, в инвалидных креслах, которые интересовались данным видом транспорта. Причем, скажем так, степень их неподвижности была самая разная. То есть были люди, которые легко, скажем так, могли использовать свои руки. Да, были даже те, у которых и с этим были проблемы. То есть они загружались внутрь транспорта, они задавали вопросы. Они говорили о своих каких-то впечатлениях. То есть, что бы можно было бы улучшить. И я вижу, что инженеры предприятия струнных технологий, конструкторы, непосредственно даже Александр Сенкевич, с вниманием к этому относятся, для того, чтобы улучшить данное, скажем так, транспортное средство. Ну и, конечно же, данная выставка, как я уже сказал в интервью, она тоже, наверное, имеет под собой основу такую, чтобы получить, может быть, даже и заказы. Поначалу, может быть, единичные. Потому что, вы знаете, мы живем в стране, в которой продается наибольшее количество мерседесов в мире. То есть у нас здесь денег немерено. К сожалению, происходят несчастные случаи с людьми разного уровня достатка. И те из них, которые вчера водили, например, какой-нибудь Lexus, и вдруг у них что-то случилось, они могут быть просто ярыми сторонниками такого вида транспорта, чтобы потом самим сидеть еще за рулем, имея неудобство в виде, скажем так, того же кресла, перемещаться по этой планете со скоростью 100, возможно, в дальнейшем и более километров в час. То есть это уникальная действительно разработка. И важно, что, как сказал Александр, да, каждый десятый человек в мире – это человек с инвалидностью, да, и каждый десятый из них – это тот, кто в инвалидном кресле. Соответственно, эти люди живут так же, как и мы в этом мире, и для них очень важно, да, стать, ну, такой же составной частью этого мира, как и человеку, у которого нет физических недостатков. И вот как раз-таки, кстати, подтверждение социальности проекта SkyWay, вы знаете, да, одна из черт нашего проекта, там, у нас есть космизм, у нас есть там высокие скорости и так далее, социальность. Вот это самое, что ни на есть проявление социальности нашего проекта, данное транспортное средство, которое разработано специалистами струнных технологий, вы слышали, да, из интервью, как это разрабатывалось, как пришла идея и так далее. Я думаю, очень полезным оказался сегодняшний выход в эфир. Я надеюсь, что те, кто его слушал, да, были довольны всем услышанным. Ну и что я вам хочу сказать? То есть выставка только началась, мы посмотрим, сможем ли мы еще выйти в эфир там завтра, либо послезавтра, завтра, по всей видимости, нет. А по итогам выставки, возможно, мы здесь в пятницу, в первую половину дня, если нам дадут добро, окажемся и уже, скажем так, поговорим со специалистами, представляющие данный транспорт на выставке Инва-Экспо-2018, о результатах, наверное, да, о том, что было за эти три дня, о том, что говорили люди, какое количество, скажем так, представителей различного уровня, руководителей, да, имеющих прямое отношение к направлению, скажем, сделать среду доступной для всех, их мнения, результаты, ну и возможные какие-то договоренности о взаимодействии, о партнерстве с какими-то государственными структурами, возможно, частными структурами, которые могут быть заинтересованы в развитии данного направления, данного сегмента транспортного рынка. Не больше, не меньше. Это такой же сегмент транспортного рынка, как грузовой, высокоскоростной, городской транспорт, да, у нас есть Юнибай, который можно назвать легким скайвэем, который можно использовать в различных, скажем так, туристических видах бизнеса, там, я не знаю, охват больших территорий, которые экологически чистые, он может на высокой, точнее, высоко быть поднятым над землей 20-30 метров, да, озирать большие пространства и получать удовольствие. Данный вид транспорта, в первую очередь, для людей, чтобы они могли встраиваться в нашу с вами жизнь. Я, наверное, на этом буду заканчивать, так как и так, скажем, взял какое-то количество вашего времени из сегодняшнего жизненного пространства. Всем хочу пожелать успеха, сегодня мы на этом заканчиваем. Вот, возможно, обработаем ту видеоинформацию, которая у нас сегодня получилась, возможно, это выйдет в каких-то роликах и так далее. Ну, данная запись вебинара вы сможете найти на наших социальных сетях, в Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке, на Ютюбе, если не ошибаюсь. Спасибо вам большое за внимание, всем желаю успеха, следите за нашими новостями, у нас будет впереди, я думаю, очень много интересных проектов, очень много интересных новостей. Ну и всем здоровья, любви и денег, с вами был Максим Выдро, с вами был Артем Исенгильдин, который помогал мне в этом человеке, который душой прикипел к нашему проекту, скажем, с удовольствием приходит каждый день на работу, в его голове рождается большое количество идей, которые мы обязательно реализуем в ближайшем будущем. Спасибо за внимание, до новых встреч. Продолжение следует...